Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Бытия. И сегодня мы будем читать 24 главу этой книги. «Авраам был уже стар, и в летах преклонных Господь благословил Авраама всем». «Всем» – это слово «баколь», то, что связано с долголетием, богатством, почетом и сыновьями. Ведь в этом настоящее счастье человека. Господь благословил Авраама всем и сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было, положи руку твою под стегно мое «И клянись мне, Господом Богом, небо и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу». Возможный перевод, как это звучит у Анкелоса, в торгуме Анкелоса, «Коснись моего бедра и поклянись словом Господа, Бога небес и Бога земли, что не женишь моего сына на местной девушке на Хананьянке». То есть положить руку под стегно, как это переведено в синодальном переводе, это можно понимать, как прикоснись к бедру. Имеется в виду чресла мужского тела, в которых как бы мужская крепость, которая позволяет зачинать детей. А так как завет с Богом тогда был в виде обрезания на крайней плоти, то клялись как бы указанием на этот завет. В христианской традиции мы вступили в Новый Завет с Богом, и знак креста, на котором был распят Спаситель, позволяет нам подтверждать всякое слово присягой на кресте и на Евангелии, что мы точно поступим так, как мы клянемся, с Божьей помощью, если Господь нам, конечно, что-то такое позволит. Любая клятва, она не является чем-то абсолютно безусловным, потому что и наше будущее, и наше настоящее, да и наше прошлое – все в руках Бога. Но Авраам хочет, чтобы его человек, Елиазер, совершил бы все точно так, как он просит. Почему? Потому что для Авраама выбор жены для сына – это очень важный вопрос. Ведь мы прочитали, что Бог благословил Авраама всем. И Авраам хочет, чтобы его сын Исаак тоже получил бы подобное благословение. Но муж и жена вплоть едино, и если он возьмет не ту жену не из народа Божия, а из хананеев, то едва ли благословение Божие настигнет его. Так же, как оно объяло Авраама, который был исполнен Божьими благословениями, когда реально Господь благословил его всем, Баколь, как мы здесь прочитали. И Авраам далее говорит Елиазеру, своему рабу, «Но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Раб сказал ему, хотя Элиазер здесь называется рабом, но это не в том смысле, что он был угнетенным существом. Это только в том смысле, чтобы подчеркнуть нам, что Элиазер во всем был послушен Аврааму. И мы с достоинством говорим о себе, что мы рабы Божии, потому что раб Христа – это свободный от дьявола, от рабства дьяволу, от рабства грехам и от рабства страха смерти. Кто кем побежден, сказано, тот тому и раб. Раб сказал ему, то есть Аврааму, «Может быть, не захочет женщина идти со мной в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему, «Берегись, не возвращай сына моего туда». Действительно, как сказано в Новом Завете, «Неблагонадежен для Царствия Божия тот, который, взявшись за плуг, оборачивается назад». Авраам и стал великим человеком, потому что он решительно разорвался своим прошлым, языческим прошлым, и начал исповедовать принципы единобожия. И он опасается за своего сына, и он не хочет, чтобы сын вернулся в ту землю, из которой Авраам некогда ушел. Авраам сказал ему, Елизеру, «Берегись, не возвращай сына моего туда». Господь Бог неба, Который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, Который говорил мне и Которым клялся мне, и Который клялся мне, говоря потомству твоему, дам сию землю, он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену, сыну моему оттуда. Здесь Авраам называет Бога, Богом неба. Но выше мы уже прочитали о том, что Бог есть тот, который управляет и небом, и землею. Все находится в его безусловной власти. Это третий стих, когда Авраам сказал, «И клянись мне, Господом Богом, неба и Богом земли». Потому что власть Бога, она распространяется не только на небо, но и на землю. Но здесь Авраам говорит о Боге только как о Боге неба. Почему? Он как бы говорит, Господь, хотя превознесен над всем миром, Он видит все, что происходит здесь. И если я тебя посылаю туда идти, то ты пойдешь заниматься сватовством, не один с тобой пойдет ангел Божий, и он поможет тебе. Если вы, друзья, читали книгу Тавита, там рассказывается о том, как ангелы занимаются сватовством, помогают создавать новые семейные пары. И в еврейском народе с древних времен были три основных добродетели. Это навещать больных в субботу, хоронить усопших и заниматься сватовством. Но при этом Авраам понимает, что действительно да, ангел пойдет с ним, Бог благословит его, или Азера, а если девушка не захочет идти, и он добавляет, если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от всей клятвы моей, только сына моего, не возвращает туда. Это он говорит для того, чтобы успокоить совесть своего раба или Азера. Здесь уже мы видим в нескольких местах предполагаемая невеста Исаака называется женщиной. Почему? Без сомнения она дева. И дальше мы прочитаем, что она дева, не познавшая мужа. но она называется женщиной, потому что высокое предназначение каждой девушки стать женою, мужу и матерью для своих детей. Выслужив все это, Ильозер действует и положил раб руку свою под стегна Авраама. Анкелос интерпретирует раб коснулся бедра своего господина и произнес клятву в Синодальном и положил раб руку свою под стегну Авраама господина своего и клялся ему все. И взял раб из верблюдов господина своего десять верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он стал и пошел в Месопотамию в город Нахора. В аллегорическом истолковании в данном контексте Авраам символизирует собой Бога Отца, который посылает Илязера, своего раба, который символизирует собой Духа Святаго, чтобы он отправился на землю с десяти верблюдами. Десять верблюдов – это десять заповедей Божьих, то есть чтобы людям преподать нравственное наставление вере. И найти невесту, невеста – это образ церкви для жениха Исаака, который символизирует собою Христа. И мы знаем, что Дух Святой действие призывающий благодати касается всех людей верующих и неверующих и мусульман и иудеев, чтобы призвать их стать членами Святой Церкви. Именно Дух Святой, о котором Христос сказал, что Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а откуда и приходит, и куда уходит, не знаешь. Он находит те души, Дух Святой, которые могут войти в Церковь, невесту, для того, чтобы она в полноте сочеталась с Христом женихом. Поэтому все эти события, которых мы сейчас читаем, они глубоко символичны. И взял раб из верблюдов господина своего десять верблюдов и пошел, и в руках у него были также всякие сокровища господина его. А в еврейском оригинале постановка вопроса, что в руках у него было все, что принадлежало Абраму. А как это может человек унести все? Это нереально. Имеется в виду то, что не мерой дает Господь Духа. И Дух Святой, который обнаруживает нас в миру и призывает ко Христу, Он есть Тот, который сокровище благих, и жизни подателю. И взял раб из верблюдов господина своего десять верблюдов. Десять – это нравственное начало, основанное на десяти заповедях. Без этого человек не может стать нормальным членом церкви. В руках у него были также всякие сокровища господина, его возможное прочтение. Все сокровища он встал и пошел в Месопотамию в город Нахора и остановил верблюдов вне города у колодези воды под вечер в то время, когда выходят женщины черпать. что значит остановил верблюдов? Здесь слово ва-и-а-врэх – это означает поставил их на колени. Когда верблюдов останавливают, их ставят на колени, передние колени, чтобы они могли спокойно напитаться водою. А это было время, когда женщины выходили черпать воду. То есть встреча Духа Святаго с предполагаемой невестою, будущей церковью Христа жениха у вод колодезя. Вода символизирует собою Слово Божие. Как сказано было апостолам, из чесел ваших потекут воды. То есть вы будете благовествовать Слово Божие. Колодезь, как известно, чем он глубже, тем чистее вода в колодце, тем менее замутненная. Чем более глубоко мы погружаемся в исследовании Священного Писания, Духом Святым нам будут открыты величайшие истины, которые не лежат как бы на поверхности, и надо проявлять усердие. То есть Дух Святой призывает душу человека ко Христу, как невесту, в момент, когда человек читает Писание. Ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Сами Писания, они написаны и запечатлены Духом Святым. Как сказано, никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимы Духом Святым. И вот действие Елиазера и сказал Господи, Боже, господина моего Авраама, пошли ее, то есть предполагаемую невесту, сегодня навстречу мне и сотвори милость господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, и посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим. То есть Елиазер ставит некое условие. Вот если я увижу девицу, которая позаботится не только обо мне, но и о моих верблюдах, то есть она должна быть полная милосердия, по-еврейски, хэсэд, милосердие – это ничем не обусловленная милость, и она должна иметь сострадание, вот тогда она может стать невестой. И христианин по-настоящему становится христианином, когда проявляет именно качество, связанное с милосердием. И мы знаем, что в день страшного суда не будет экзамена по догматическому богословию, по сравнительному богословию, по церковной истории, а будет выясняться только один вопрос – были ли мы милосердными, накормили ли мы голодного, напоили ли жаждущего, посетили ли находящегося в темнице, навестили ли больного, ибо суд без милости не оказавшему милости. И человек, который должен, хочет стать христианином, он должен проявлять качество милосердия. В противном случае его обращение ко Христу будет неискренним, ложным. И вот не успел Елиазер произнести эти слова, как мы читаем в 15 стихе, еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Фафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасна видом, видите, она называется девицей, дева, которая не познала мужа. И здесь стоит слово Алма, то самое слово, которое стоит и в случае с пророчеством Исаии, седева в очеве примет и родит сына. Поэтому в библейском еврите слово Алма это дева, которая не познала мужа. Она сошла к источнику, вот здесь Дух Святой может найти душу человека, когда он начинает читать слово Божие, а это источник правды истины, наполнила кувшин свой, то есть когда человек наполняет свое сознание библейскими словесами, и пошла вверх, слово Божие возвышает нас над нашей собственной природой. И побежал раб навстречу ей это действие Духа Святаго и сказал дай мне испить немного воды из кувшина твоего, это экзамен на милосердие. Она сказала пей господин мой и тот час спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его сказала я стану черпать и для верблюдов твоих пока не напьются. И тот час вылила воду из кувшина своего в пойло для верблюдов и побежала опять к колодезю почерпнуть и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании желая уразуметь благословил ли Господь путь его или нет. Ну здесь немножко непонятно, то есть все исполнилось именно так, как он просил, но это настолько было необычно, что он оказался в некой растерянности. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом пол сикля и два запястья на руки ей весом в десять сиклей золота. И сказал, чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать? Она сказала ему, я дочь Фафуила, сына Милки, которого она родила на хору. И еще сказала ему, у нас много соломы и корму, и есть место для ночлега. Она проявляет заботу и о верблюдах, и о самом Елиазере. И преклонился человек тот, и поклонился Господу. Елиазер пославляет Бога за то, что все те условия, которые он поставил перед ним, Господь исполнил. И сказал, благословен Господь Бог, Господина моего, Авраама, который не оставил Господина моего милостью Своею и истинною Своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата Господина моего. И теперь девица, она посвящена в эту тайну, что этот человек пришел не сам от себя, а от родственника, ее отца. Девица побежала и рассказала об этом в доме матери своей, имеется в виду на женской половине, прежде всего. У Ревеки был брат именем Лаван. Лаван – это нечестивый человек, это человек с дурными качествами. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику. И вы знаете, что привлекло Лавана? Смотрите, далее тридцатый стих. И когда он увидел серьгу, то есть золотую серьгу, и запястье на руках у сестры своей, золотые запястья, и услышал слова Ревеки, то есть на первом месте золото, а слова потом, сестры своей, которая говорила, так говорил со мной этот человек, то пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника, то есть для него вот блеск золота превыше всего, и он поспешил, он побежал, как бы этот человек не ушел бы на пост и кому-то еще. И сказал, Лаван обращается к Алиазеру, войди благословенный Господом, то есть в его понимании благословенный Господом это богатый, у кого много золота, зачем ты стоишь вне, я приготовил дом и место для верблюдов. И вошел человек, Лаван расседлал верблюдов и дал соломы и корму верблюдам, воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним, а если Элиазер символизирует собой Духа Святаго, а люди, которые были с ним, это святые. И предложена была ему пища, но он сказал, не стану есть, доколе не скажу дело своего, и сказали, говори. Вот здесь Элиазер являет нам пример человека, который по-ангельски совершает послушание, для него послушание на первом месте, хотя он с дороги, он устал, он проголодался, но он не может приступить к трапезе, расслабиться, прежде чем не выполнить то, ради чего его послали в Миспотамию. Он сказал, я раб Авраамов. Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и валов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов. Сара, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему сына, которому он отдал все, что у него. Вот здесь подтверждается то, о чем мы читали ранее, но конструкция того предложения очень сложная, как бы Элиазер все и унес из дома Авраама, чтобы сватать невесту. То есть Бог дает нам все. И взял с меня клятву, Элиазер продолжает свою речь, господин мой, сказав, не бери жены сыну моему из дочерей Хананеев, в земле которых я живу, а пойди в дом отца моего и к родственникам моим, и возьмешь жену сыну моему. Это действие, призывающее благодати Духа Святаго, который уловляет сердца неверующих в веру. Я сказал господину моему, может быть, не пойдет женщина со мною, он сказал мне Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим, если они не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей. И пришел я ныне к источнику и сказал Господи, Боже, господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, стоп, а почему в Писании, где даже великие заповеди иногда даются одним коротким предложением, история Элиозера рассказывается не один раз. Почему? Потому что те люди, которые служат таким людям, как патриарх Авраам, те люди, которые помогают пророкам, помогают священникам, апостолам, они по своему значению сами как патриархи, сами как пророки, сами как апостолы. Таким образом, подописатель Моисей, чтобы уважить Элиозера, почтить послушание в народе Божьем, воспроизводит его историю не один раз. Ведь можно было бы сказать, что раб Авраама пересказал все, что с ним было. Но здесь идет повторение. И пришел я ныне к источнику и сказал, Господи Боже, господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот я стою у источника воды, и девица, который выйдет почерпать, и который я скажу, дай мне испить немного из кувшина твоего, и который скажет мне, и ты пей, и верблюдам твоим я начерпаю, вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего. Еще не перестал я говорить в уме моем, и вот вышла Ревека, и кувшин ее на плече и сошла к источнику, и почерпнула, и я сказал ей, напои меня, она тот час пустила себя кувшин свой, и сказала, пей, и верблюдов твоих я напою, и я пил, и верблюдов она напоила. То есть эта история, она повторяется, повторяется, чтобы почтить человека, который служит людям Божьим, потому что те, которые служат людям Божьим, они сами как Божьи люди. Например, в огне пророка Ильи был Елисей, а чем известен Елисей до того, как он стал пророком? Он лил воду на руки Ильи, Ильяху, Елисей лил воду на руки Ильи. И только за это он стал пророком. Потому что те, которые служат пророком, они сами как пророки. Те, которые служат апостолам, они сами как апостолы. Те, которые служат священникам, первосвященникам, они сами как первосвященники и сами как священники. Это неизбежно. И Елиозер продолжает. Я спросил ее и сказал, чья ты дочь? Она сказала, дочь Фафуила, сына Нахорова, которого родила ему Милка, и дал я серьги ей и запястья на руки ее, и преклонился я и поклонился Господу, и благословил Господа, Бога Господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата Господина моего за сына его. И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду Господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево. И отвечал Лаван и Вафуил, и сказали, от Господа пришло это дело, мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека перед тобой, возьми и пойди, пусть будет она женой сыну господина твоего, как сказал Господь. «Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли и вынул раб серебряные вещи и золотые вещи, и одежды, и дал Ревеке, также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки. И ели и пили он и люди, бывшие с ним, и переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал, отпустите меня господину моему». То есть Элиозер спешит невесту отвезти к Исааку. «Но брат ее и мать ее сказали, пусть побудет с нами девица дней, хотя десять, потом пойдешь». Вот здесь что интересно, здесь пропадает один персонаж, о котором мы читали. Это отец Ревекки. Он не появляется. А что произошло? Есть предание, что вот этот Лаван, когда он получил подарки, когда он увидел, какие подарки были сделаны его сестре, оценил, что дали ему, он решил отравить Элиозера. Но по ошибке отравленный кубок выпил его отец, и он скончался. Поэтому они хотят как бы теперь под благовидным предлогом удержать девицу, да не траура. Но брат ее и мать ее сказали, пусть побудет с нами девица дней, хотя десять, потом пойдешь. Он сказал им, не удерживайте меня. Помните, как Господь говорил, пусть мертвые погребают своих мертвецов, а вы идите за мной. Ибо Господь благоустроил путь мой, отпустите меня, я пойду господину моему. Они сказали, призовем девицу и спросим, что она скажет. Вот это важный прецедент. Нет, нельзя взять девицу как какую-то вещь и выдать замуж. Надо спросить ее согласия. И призвали Ревеку и сказали ей, пойдешь ли с этим человеком? Она сказала, пойду. Она не хочет жить с этими отравителями. И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его, то есть они как бы их чуть ли не пленили, удерживали, и благословили Ревеку. И сказали ей, сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих. И встала Ревека, и служанка ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком, и раб взял Ревеку и пошел. Ну, тут немножко непонятно, уже встали, уже сели на верблюда, и говорится, и раб взял Ревеку и пошел. То есть он ее убедил словами, взял словами, поэтому она села на верблюда. И далее. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить, и возвел очи свои, и увидел, вот идут верблюды. Поразмыслить по-славянски поглумиться, поглумиться. Глумиться на славянском означает рассуждать о возвышенном. В русском языке это слово приобрело противоположный смысл. В Таргуме Анкелоса так и переводится. Вечером он, то есть Исаак, вышел в поле, чтобы помолиться. Поглядел и увидел приближающийся караван и верблюдов. Потому что выражение «возвел очи свои» всегда указывают на молитву. И увидел, вот идут верблюды. То есть жених, Христос, выходит навстречу невесте церкви. Невеста едет на десяти верблюдах. То есть церковь пребывает в исполнении Божьего закона, десяти заповедей. Или Азер, который символизирует Духа Святаго, подводит невесту к жениху Христу. Невесту церковь. Верблюд имеет, как мы помним, два горба, которые могут символически указывать на Ветхий и Новый Завет, на которые в равной степени опирается церковь. «Ребекка взглянула и увидела Исаака и спустилась с верблюда». Это волнительный момент встречи невесты церкви с Христом-женихом. Но церковь не должна спешить, потому что можно принять из-за жениха Христа какого-нибудь антихриста. Поэтому церковь в Духе Святом должна понять, имеет ли она дело со Христом или с антихристом. И что делает Ребекка и сказала рабу Элязеру, который символизирует собой Духа Святаго, «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал «Это господин мой». И она взяла покрывало, это символ власти мужа над женою, и покрылась, признала власть Христа над собою. «Раб же сказал Исааку все, что сделал, и ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ребекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей». Есть такое древнее предание, что когда Сара умерла, то тот духовный свет, который озарял ее жилище, погас. А когда Исаак вводит Ребекку, невесту, в шатер Сары, матери своей, духовный свет наполнил это пространство, и Исаак не испытывает сомнений в том, что это невеста, предназначенная для него от Бога. Итак, сегодня мы кончили изучение 24 главы книги «Бытия». Если мы будем живы, Господь позволит. В следующий раз мы будем беседовать над 25 главой. Чтобы вам не пропускать новые беседы, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать сообщения о новой беседе, которая уже выходит. Спаси Христос!